Думаю, вы согласитесь, что все хотят быть здоровыми. Больные люди по всему миру хотят быть здоровыми. Во многих культурах есть люди, посвятившие себя делу исцеления. В Африке целитель использует различные травы и может консультироваться с духами. Шаман оказывает помощь в случае душевных расстройств. Когда я жил в Гонконге и Пекине, люди выбирали между китайской медициной, где лекарства делаются из трав, корней и насекомых, или втыкает множество иголок в бесконечный участок тела, или западной медициной, где им приписывали таблетки или вырезали из тела то, что беспокоит. Здесь, в Канаде, у нас есть Министерство здравоохранения. И хорошее здоровье и забота о здоровье воспринимается как одно из базовых прав человека. Но при этом у нас длинные очереди и очень дорогое лечение. Каждый, кто болен, желает выздороветь. И у нас разные представления о том, кому доверять наше исцеление. Библия недвусмысленно говорит нам, что Иисус — наш Целитель. И в предыдущем отрывке мы видели его некоторые подходы к исцелению. В стихах 14-17 мы видим три аспекта Иисуса как Целителя. Во-первых, сердце Целителя. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Эта история произошла в городе Капернаум. Несколько лет назад мы с женой посетили этот город на северном берегу Галилейского моря. И мы видели то, что местные называют домом Петра. Он находится прямо рядом с местной синагогой. В Евангелии от Марка Иисус входит в дом Петра после посещения синагоги, где он изгнал демона из одного из присутствующих. Изгнание демона было первым чудом в повествовании Марка, но Матвей об этом случае не упоминает. Первые чудеса в Евангелии от Матфея — это три исцеления — прокаженный, слуга язычника и женщина. Иисус входит в дом и видит тещу Петра, которая лежит в постели с высокой температурой. Мы не знаем, что это было — небольшая простуда или смертельная инфекция. Мы знаем лишь то, что у нее была температура, как и у многих из нас когда-то. Она символизирует всех нас, всех тех, кто когда-либо был болен. Но важнее всего для нас посмотреть на реакцию Иисуса. Он прикоснулся к ее руке, что может также означать, что он схватил ее за руку. В те времена мужчине нельзя было прикасаться к руке женщины, не говоря уже о том, чтобы хватать ее. Но Иисус показывает, что он готов нарушать правила ради спасения жизни. Это было третье из трех чудес. Матвей соединил эти истории вместе, чтобы показать нам, какой Иисус — Целитель. В первой истории он прикоснулся и исцелил человека с проказой. Этот человек считался нечистым по еврейским религиозным законам. Во второй истории он предложил пойти домой к язычнику. Так не поступил бы ни один уважаемый еврейский раввин. А сейчас он еще и прикоснулся к женщине. Иисус — Целитель, тот, кто пришел, чтобы найти и спасти погибающих. Тянулся к обездоленным. Во времена Иисуса была молитва, которую произносили еврейские мужчины. «Боже, спасибо, что я не родился язычником, рабом или женщиной». Такая уж человеческая природа. Навешивать на людей ярлыки, считать их хуже по какой-то причине, а также оправдывать нашу собственную гордость или ненависть к другим. Во всех историях Матвея Иисус исцелял через высказывание слова или прикосновение. Когда он исцелил прокаженного, а потом эту женщину, он сделал это через прикосновение. Почему он сделал так? Он прикоснулся именно к тем, кому не следовало прикасаться. Он прикоснулся к тем, кому бы не прикоснулся ни один еврей. Кроме того, что его прикосновение может исцелять людей. Чему еще Иисус пытается научить нас здесь? Пастор Рей уже задавал этот вопрос. Но это очень важная вещь, которую следует повторить. Напоминаю, что Матвей писал к нам, к ученикам, чтобы мы лучше узнали Иисуса и узнали, как лучше следовать за Ним. И от Иисуса я научился тому, что неприкосновенных людей не бывает. А может, есть люди, которых мы стараемся обойти? Когда я жил в Пекине, там был один попрошайка, который большую часть дня проводил у местного супермаркета. Он стоял там с утра до вечера, чтобы собрать несколько долларов. Его одежда была изношенной, а пахла от него так, будто бы он не мылся годами. Чтобы все его избегали или делали вид, что не замечают его, в супермаркете даже установили знак, на котором было написано, чтобы ему не давали денег. Что-то вроде того, как нас просят не кормить диких животных в зоопарках. Мои друзья говорили мне, что у попрошаек может быть больше денег, чем у меня. И предупреждали, не давать ему никаких денег. Может, это был городской миф, но я им поверил и принял решение избегать его. Иногда он подходил ко мне, протягивал пустую руку, показывал на пустой желудок и говорил, «Паньо», что значит «друг». Но я не ввелся на его уловки и продолжал свой путь. Но в то же самое время я читал эти истории из Евангелия от Матвея, и я начал понимать, что этот попрошайка был именно тем, кому бы прикоснулся Иисус. Дух Божий бросил мне вызов. В следующий раз, когда я увидел его, то намеренно подошел к нему и протянул ему один юань. На то время это было около 15 центов. Он взял деньги, улыбнулся, и я сразу же стал его лучшим другом. В следующие разы, когда я приходил в супермаркет, он говорил, «Можете не пристегивать свой велосипед. Я его посторожу». Так он стал сторожем моего велосипеда. Однажды мы стояли и разговаривали с ним. Его лицо было обветренным, а его несколько зубов были черными, и я положил руку ему на плечо и благословил его. Этот шаг был против моей человеческой природы, но этому я научился, наблюдая за Иисусом. В тот момент я подумал, когда этот человек в последний раз чувствовал прикосновение другого человека, есть ли какое-то исцеление в человеческом прикосновении? Видим ли мы сердце Иисуса, когда он прикасается к тёче Петра и к прокажённому? Он прикасается к тем, кому никто не прикасался и заботился о тех, о ком все уже забыли. Тёща Петра символизирует всех людей в нашей жизни, которые нуждаются в целительном прикосновении Иисуса. Мы можем принести к нему всех родителей, детей, братьев, сестёр, друзей, всех, кому нужно его прикосновение. Во-вторых, мы видим размах целителей. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов, словом и исцелил всех больных. Тёща Петра символизирует отдельно взятого человека, а все больные из этого стиха символизируют весь мир. Это вся безликая масса человечества. Иисус прикасается не только к заболевшей тёще, но Он также знает и понимает, что нужно массам. Одному и многим мы чувствуем бремя близкого человека, который заболел, а также чувствуем бремя всей пандемии в целом. И то, и другое ужасно, и мы чувствуем себя беспомощными перед лицом и того, и другого. Но Иисус исцеляет всех. В 16 стихе сказано, что к Нему привели бесноватых или угнетаемых демонами, а это подразумевает одержимость демонами, но сатана не может никем владеть. В Колоссяном 1 сказано, что всё сотворено Иисусом и для Иисуса, а я не думаю, что Он продал кого-либо дьяволу. В оригинале сказано «бесноватые», что значит, что люди в каких-то сферах поражены демоническими силами. Можно сказать, что каждый из нас в каком-то смысле бесноватый, но только одни поражены чуть больше других. Мы бесноватые из-за тех действий и сфер, через которые бесы получили доступ в нашу жизнь. С символом Он исцелил всех, кто был болен. Речь идёт о Слове Господа Иисуса, с помощью которого Он создал весь мир. Тем Словом, которое приказало будущему морю успокоиться. Тем Словом, которое говорит грешнику, «Твои грехи прощены». Тем Словом, которое сильнее меча. Слово Иисуса исполняет Его волю. Он говорит, и это происходит. Он исцелил всех больных. Греческое слово «пантас» или «все» вызывает у нас беспокойство. В Евангелиях Иисус никогда не провалил ни одно исцеление. У Него стопроцентный результат. Нас может расстраивать такая статистика, потому что у нас её никогда не было. Мы часто видим, как людям, за которых мы молимся, становится хуже. Мы молились за исцеление наших близких и видели, как они умирали. Неужели Евангелие обещает слишком много? Почему мы не получаем 100%? Думаю, многие из нас были бы счастливы 20 или даже 10%. Когда доктор говорит, что у нас 50 шансов победить эту болезнь, то у нас появляется оптимизм. А что бы мы сделали с такими результатами, как у Иисуса? Христиане по-разному думают на этот счёт. Идеалисты думают, что мы должны тоже иметь стопроцентный результат. Они верят, что мы должны иметь то же, что мы видим в Евангелии. То есть, все, за кого мы молимся, должны исцелиться. А если это не происходит, то проблема в нас. Либо у нас недостаточно веры, либо есть какой-то грех, либо мы недостаточно святы, либо нам мешает какой-то демонический дух или грех, с которым мы не разобрались. Я знаю идеалистов, которые настолько были посвящены исцелению своих близких, что даже если человек умирал, они заявляли, что он воскреснет. А с другой стороны, сессионисты. Они считают, что исцеления были только во времена Библии. И после Иисуса и апостолов нам не стоит ожидать чудесных исцелений. Итак, идеалисты ожидают всего, а сессионисты не ожидают ничего. Так как же правильно? Всё или ничего? Давайте я предложу вам ответ, исходя из следующего стиха. В 17 стихе мы видим идентификацию целителя, «Да сбудется речённое через пророка Исаию», который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понёс болезни. Я немного ботан». И меня заинтересовали греческие слова, переведённые как «немощи и болезни». Слово «немощи» буквально означает «нет силы», то есть это всё то, что делает нас слабыми и лишает нас силы. А слово «болезни» — это греческое слово «насос», от которого произошло английское слово «нозия» или «тошнота». Эти слова часто используются в Писании вместе, чтобы описать, что с нами не так в физическом и душевном плане. В этом стихе сказано, что Иисус взял и понёс все эти вещи. Он принял все болезни нашего тела и разума на себя. Он забрал всё это себе. Матвей цитирует здесь слова пророка Исаии, которые говорят о том, что Иисус понёс все наши немощи и болезни в своём теле. Он целитель всего. Он исцеляет все духовные, душевные и физические недуги. Он взял все эти вещи и понёс их за людей, когда был на земле, а затем взял и понёс их на своём теле на крест. Он заявил, что наши немощи уже не наши, теперь они его. Когда у меня жар, этот жар принадлежит ему. Когда враг угнетает меня, это угнетение принадлежит ему. Когда по всему миру пандемия, эта пандемия принадлежит ему. Мы также принимаем дар исцеления через помазанных целителей в нашем мире. Но он ни с кем не будет делить своей славы. Он один целитель. В Ветхом Завете Бог хотел, чтобы люди знали об этой его черте. Как только израильтяне вышли из Египта, Бог сказал им о себе. «Я — Яхва-Рафа. Господь — целитель ваш». А теперь мы видим Иисуса в мире. Это Бог во плоти. И он демонстрирует эту сущность Бога. Этот Бог не изменился. Он и дальше проявляет себя как целитель. Тот, кто не желает никому отдавать свою славу. Среди нас он продолжает быть тем, кто он есть. Целителем, который несет все наши немощи в теле и в духе. Поэтому мы продолжаем искать его, жить в нем и ожидать от него. Проблема 100% в том, что сюда не относится смерть. Все, кого исцелил Иисус, прокаженные, слуга сотника, теща Петра, в конце концов, умерли. Они пожили какое-то время, но все в итоге сошли в могилу. Болезнь приносит нам дискомфорт и понижает комфорт нашей жизни. Но основная проблема болезни — это смерть. Каким бы чудотворным ни было исцеления, даже если кто-то воскресает из мертвых, этот человек в итоге все равно умирает. 100% — это не мгновенное облегчение от физического или душевного заболевания. Это вечное освобождение от всякого проявления смерти и всех недугов, ведущих к смерти. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жили на полную». Его цель — это всегда полный шалом, полноценная и преуспевающая жизнь. Все, что сейчас мы имеем частично, а потом будем наслаждаться на полную. Он пошел на крест за нас, куда Он понес наши увядающие тела и души. Мы всегда приходим к распятому Мессии, зная, что Он — целитель, и ожидая получить от Него сейчас и имея надежду на будущее. У нас осталось не так много времени на вторую часть нашего текста. Стихи 18-22. Когда Иисус увидел толпу вокруг Себя, Он дал приказ переплыть на другую сторону. В этот момент приоритет Иисуса не в том, чтобы исцелить толпу, а в том, чтобы инвестировать в учеников, которые продолжат Его служение. В Матвея 8-9 10 историй о чудесной силе Иисуса переплетены с моментами ученичества. Он пришел не только мгновенно исцелять людей, но и также призвать людей следовать за Ним более посвященно. И здесь мы видим две истории о будущих учениках. И как теща Петра символизирует всех больных людей, а множество больных людей символизирует весь мир, эти двое символизируют разные подходы к следованию за Иисусом. Первым был обученный эксперт закона. Он сказал, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Этот парень был полностью посвящен. Таким волонтером мы очень рады в церкви. Он говорит, «Я буду делать все, что нужно». Он записывается во все миссионерские поездки, хочет вести домашнюю группу, посещает все собрания в церкви, раздает еду бездомным и служит одновременно в группе прославления и в медиагруппе. Нам очень нравится такое рвение. Но, к нашему удивлению, Иисус отвечает на это предупреждением. «Лисицы имеют норы, и птицы — небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Этот книжник был ученым и имел хорошее положение в обществе. Его жизнь была довольно комфортной. Иисус понимал, что его рвение будет недостаточно для настоящего лидерства. Когда ему придется провести несколько ночей перед деревом без подушки и одеяла, его рвение испарится. Первый потенциальный ученик символизирует тех, кто слишком высокого мнения своей способности следовать. Он похож на Петра, который сказал, «Даже если все отвернутся, я готов умереть за тебя». А потом в тот же вечер отрекся от него три раза. Второй потенциальный ученик символизирует нерешительного последователя. Он сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». И дело не в том, что его отец только что умер. Может, он проживет еще 20 лет, но как хороший сын, он должен был позаботиться о своих родителях. И когда он позаботится об отце до последнего дня его жизни, а потом организует ему хорошие похороны, он сможет смело следовать за Иисусом. Ответ Иисуса кажется жестким, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Иными словами, не став ничего выше меня, даже ожидания своей семьи. Рьяный ученик должен был проверить свое рвение и почитать издержки. Нерешительному ученику нужно было разобраться со своими мерзкими приоритетами и тоже почитать издержки. Наше рвение очень просто может помешать настоящему ученичеству. А наиболее рьяные могут бежать впереди Иисуса. Наши неправильные приоритеты могут тоже помешать настоящему ученичеству. Их нужно постоянно переустанавливать, если мы хотим полностью следовать за Иисусом. Мы с вами такие ученики. Кто-то рьяный, а кто-то нерешительный. Но мы хотим быть учениками лишь из-за того, что мы увидели в Иисусе. Его учения и Его сила настолько удивительны и невероятны, что мы просто не можем не следовать за Ним. Но мы не полагаемся на нашу способность следовать. Вместо этого мы смотрим на Того, Кто достоин наследования. Мы смотрим на Того, Кто взял наши болезни и понес наши немощи раз и навсегда. Он взял на Себя все, что с нами не так, чтобы сделать нас правильными в Нем. И в завершение, давайте вернемся к образу Иисуса-целителя. Один из образов, в каком Бог показывает Себя на протяжении всего Писания, это Целитель, и Он хочет, чтобы мы знали об этом, но не только знали, а и переживали это на личном опыте. Хочу сделать два последних заявления. Во-первых, чтобы получить исцеление, нужно осознание того, что с вами что-то не так. Когда я был помоложе, мы обращались к доктору только с переломами или при угрозе смерти. Если вы заболели, то это нужно было просто пережить. Я научился игнорировать боль, жар и травмы. А когда я переехал в Китай, то часто слышал молитвенные просьбы за боль в руке или головокружении. В своем сердце я думал, вот так слабаки, просто не обращайте на это внимания. Но со временем я понял, что у китайцев большой контакт со своим телом, чем у меня. Они раньше чувствовали какие-то предупредительные знаки. И об этом мой первый пункт. Чтобы получить исцеление от Иисуса, вам нужно осознание того, что с вами что-то не так. Знаем ли мы свое состояние, физическое, душевное или духовное. Или же мы игнорируем наши слабости и просто живем дальше. Чтобы пережить Иисуса как целителя, нужно осознать, что мы больны со всех сторон. И Он пришел призвать не праведных, а больных. Второй пункт более важный. Только Бог целитель, и Он не отдаст своей славы другим. Говоря это, я не имею в виду, что мы должны избегать тех, кто имеют дар или способности исцеления. Некоторые культуры или даже некоторые христиане отказываются ходить к врачу, считая это недостатком веры в Бога. Но они игнорируют тот факт, что именно Бог распределяет разные роли в мире. Например, я не думаю, что Бог магическим образом уберет мусор из моего дома. И каждую неделю я выставляю мусорные баки за ворота, чтобы их забрал мусоровоз. Кому бы мы не обращались за исцелением, за Богом все равно сохраняется титул целителя. По этой причине мы не должны идеализировать людей-целителей, а также не делать идолам собственное здоровье. Сейчас очень много разговоров о том, кому верить в вопросах ковида. Какой самый лучший путь для человечества в поисках исцеления и рискуя максимально упростить все, хочу сказать, что все Писание сводится к одному. Доверьтесь Иисусу, Он наш Целитель. Давайте молиться. Господь Бог, спасибо за дар исцеления, который мы получили от Тебя. Это вечное исцеление. Спасибо за мгновенное исцеление от наших болезней и немощей. А сейчас мы приносим Тебе наших близких, которые особенно нуждаются в Твоем целительном прикосновении. И мы исповедуем над ними, что Ты Целитель, как Ты прикоснулся к прокаженному и к Тёще Петра, прикоснись также своей рукой к телам наших близких. Прикоснись к ним, великий Целитель наших душ и тел. мы отдаем свои жизни в Твои руки. Дай нам благодать, чтобы лучше видеть и знать Тебя. Молим Тебя во имя Твое. Аминь.